Речь идет не о шантаже, речь идет о базовом чувстве, которое должно быть свойственно любому цивилизованному народу. Это чувство справедливости. Справедливости в том, что если какой-то чиновник или группа чиновников украла огромные средства денег, если они арестованы, то нужно сделать все, чтобы эти деньги из арестованных пришли в бюджет и были направлены на нужды народа. Такие деньги в размере миллиарда четыреста миллионов долларов, гораздо больше, чем тот миллион швейцарских франков Саша Януковича, находятся на счета в Сбербанке Украины. Уже третий год. Они задепонированы на более чем 20 офшорных компаниях. Мы знаем, что эти деньги аффилированы с лицами из ближайшего окружения Януковича. Однако вернуть их в бюджет через уголовный процесс невозможно пока что, потому что это очень сложный процесс доказания виновности тех иных лиц. Я неоднократно в вашей студии, в других студиях разъяснял, что необходимо принять европейский закон о спецконфискации в гражданском порядке, по которому лицам, которые подозреваются в хищении государственных средств, можно предъявлять требования. Дорогие друзья, придите в суд и расскажите, откуда вы взяли сотни миллионов долларов на приобретение в данном случае государственных облигаций Украины. Если вы покажете, что у вас есть кредиты западных банков, какие-то личные средства, с которыми были уплачены, вопросов нет. А если вы этого не сможете объяснить, то будут поступать с нами, как недавно поступила Латвия. Бюджет Латвии был взыскан на 50 миллионов евро, недалеко в октябре этого года. Это были средства некоторых офшорных компаний, которые были латвией арестованы по подозрению, что это деньги тоже белых украинских, так сказать, вовсчиновников. За три года никто не пришел, не разъяснил, что это за деньги. Латвия забрала себе бюджет. Все. Без всяких виписков, визг. Я могу прямо сказать, что в парламенте есть люди, которые входят даже в состав коалиции, которые отказываются категорически голосовать за этот закон, прикрываясь разными легендами, что это недемократично, что это не противоречит правам человека и так далее. Огромное количество средств и сил тратится из Москвы для того, чтобы эти деньги не были зачислены в бюджет. Потому что люди хотят вернуться через несколько лет, а может быть и раньше. Им эти деньги понадобятся. А в народном фронте одностейная поддержка? У нас голосуют за это всегда все, кто из зала. Голосование за бюджет. Яка участь в этого законопроекта в формировании главного курса? Я могу сказать, что уже в бюджет 2016 года было заложено 7 миллиардов гривен, так называемая спецконфискация. Все было провалено, завалено. Бюджет не выполнен. Кстати, не были дофинансированы огромные программы по совершенствованию вооружений и военной техники. Это уже прямой ущерб нашей национальной безопасности и обороны. Ну, возможно, потом поделитесь авторами и назвами книжок, которые варто почитать, для того, чтобы люди, если депутаты не понимают, то, возможно, их выборцы смогут дать себе раду и пристать або на позицию Народного фронта, або на позицию... Так, вы знаете, я же никогда долго за это самое не хожу, за словом в карман. Я же не лезу, правильно? То есть, вот, пожалуйста, вот книга, которую я покупал, передавал депутатам, десяти депутатам, его Руссоблевым. Вот, пожалуйста, возврат похищенных активов, руководство по конфискации активов вне уголовного производства. Авторы, видите, те. Теодор Гринберг, Линда Семюр – это специалисты Всемирного банка, которые произвели мировой опыт, как надо поступать с коррумпированными чиновниками, которые нахомячили денег и перепрятали их за границей или повесили их на фунтов. Все описано давным-давно. И все, кто хочет разобраться, давно разобрались.